Сколько вы в день выкуриваете сигарет? Пачка. Здравствуйте. Сколько курите в день? Пачку стиков. Сколько стоит пачка? 150-170-180 где-то. Сколько вы в день тратите денег на сигареты? 140 рублей пачка сигарет. 300 рублей минимум. На сигареты я трачу 147 рублей в день. Ну, плюс-минус 300 рублей. 500 рублей каждый день. А сколько пачка ваших сигарет стоит? 120. 120. 120. Так, 120 это значит в месяц. Сколько тратите примерно? Ну, 120 умножить на 30. На 4 тысячи. Ну, 4-5 тысяч. Ой, намного. 1 тысяч 4 точно. 2 тысяч 550 рублей. Сейчас точно скажу. У меня же все ходы записываем. В сентябре 2 тысячи 237 рублей. 9 тысяч, да? 7 с чем дали? 8 тысяч. 8 тысяч в месяц. А если в год? 12.50. 4 тысячи рублей. 4 тысячи в год. 36. В год сколько? Так, 9 тысяч умножаем на 12. Получается около 100 тысяч рублей. 30 саточка. В районе 90 тысяч получается в год. 96 тысяч. 70 тысяч. Сколько вам нужно времени, чтобы заработать? Вот 50 тысяч. Месяц. Ну, месяц. Ну, в среднем полтора месяца. Пару месяцев. Месяц. Получается, месяц из года вы отдаёте просто табачным компаниям. Да. Не жалко? Жалко. Очень жалко. То есть полтора месяца жизни вы отдаёте табачным компаниям? Да. Не жалко вам компанию отдавать? Жалко. Полтора месяца. Полтора месяца. То есть в год вы полтора месяца отдаёте табачным компаниям? Не жалко. Не деньги жалко, а что я убиваю себя сам и за это плачу. А бросить тоже не могу. Вы никогда не задумывались, что это выглядит очень странно? Курящий за свои же деньги травит себя ядом. Дайте мне, пожалуйста, пачку сигарет. А может, хотите что-то новенькое? У нас, например, есть крысиный яд. Нет, конечно. Ну, тогда, может, закажете услугу ниндзя-отравители? Всего за тысячу рублей в неделю наши ниндзя будут постепенно травить вас. Вы что, с ума сошли? Ну, возьмите тогда дихлофос. Очень хороший яд от насекомых. Нет, спасибо. Дайте мне просто пачку сигарет. Ну, как хотите. Просто в отличие от никотина, эти яды хотя бы зависимость не вызывают. Но насколько сильна никотиновая зависимость на самом деле? Если открыть справочник по психофармакологии, то мы увидим, что аддиктогенный потенциал табака, то есть его способность вызывать зависимость, даже выше, чем у героина и кокаина. Все потому, что в состав табака входит наркотическое вещество никотин. Давайте посмотрим научное определение никотина. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть. Чтобы наглядно продемонстрировать, что никотин является ядом, проведем такой эксперимент. Возьмем три колбы. В первой и третьей находится обычная вода. Во второй – вода после одного сеанса курения кальяна. В первую колбу с обычной водой мы добавляем жидкость для вейпа с никотином. Опускаем в каждую колбу по пиявке. Пиявка в первой колбе погибла уже через несколько секунд из-за высокой концентрации яда никотина. Пиявка в жидкости из-под кальяна погибла через 20 секунд. Ее смерть вызвана тем, что в ходе использования кальяна в воде оседает около 20% никотина, содержащегося в дыме. Никотин впитался через кожу и вызвал смертельное травление. К врачам за всю жизнь не обращался. Практически никогда не был на больничном. Все думал, все хорошо, никогда ничего подобного не будет, что кто-то болеет, это где-то вдалеке от нас. Ну вот, коснулось и меня. Ну, начался небольшой кашель, больше года не обращал внимания. И вот в начале 21-го в январе месяце сделал рентген. Трентген показал, что нужна консультация онколога. У себя в городе сходил, направили в онкологию, взяли биопсию, оказался рак. Рак легкого. Ну, начал курить, наверное, лет 17-18. И вот через час у меня будет операция уже по удалению опухоли. Мы сейчас оперировали пациента с центральным плоскоклеточным раком легкого. Это опухоль, которая в 100% случаях индуцирована длительным курением. Данный пациент курил 30 лет, и у него родился центральный рак легкого. Пришлось удалить полностью главный бронх, удалить верхнюю долю с верхнодалевым бронхом, частью промежуточного бронха и соединить, выполнить так называемую бронхопластическую операцию. Как вы видели на удаленном препарате, легочная ткань, она пропитана черным пигментом, смолами, никотином, то есть всем тем, что содержится в табачном дыму. Поэтому, дорогие друзья, помните, когда вы идете покупать очередную пачку сигарет, чем это может завершиться? Что пройдет совсем немного времени, и вы можете оказаться на приеме у онколога, как минимум, ну и в самом худшем случае на операционном столе, либо стать кандидатом на химиотерапию, если ваш случай уже будет неоперативным. Я могу абсолютно точно сказать, что легкий человек, который живет в самом грязном городе нашей страны, или легкий, например, человека, который проработал на шахте всю жизнь, на угольной, они все равно будут в лучшем состоянии, чем у человека, который активно курит. И легкие курильщика, без сомнения, они отличаются от легких человека, который не курит. Это 100%. Да, можно посмотреть, ну вот на фотографии можно увидеть легкий житель Москвы, за 60 лет ему, который не курил. И здесь, конечно, мы видим вот такие темные участки, черные. Это, конечно, те участки легких, которые загрязнены просто с возрастом человека, потому что, конечно, в воздухе, которым мы дышим, существуют определенные вредные вещества, конечно. Но это мизерная картина все равно. То есть, если мы сравним с легкими курильщика, то разница будет очевидна. Например, вот эти легкие. То есть, вот эти черные участки, которые видны, это все как раз вот эта вот сажа, копоть, какие-то не сгоревшие частицы табака или бумаги, которые накапливаются в альвеолах и которые мы видим на вскрытии. По-моему, очень доходчиво. Иногда даже пачкаются перчатки вот этим черным пигментом, которые довольно трудно даже отмываются. Ну, то есть, это пепел, обычный концентрированный пепел. Сегодня в передаче мы поговорим про вейпы. Насколько они вредны? Но ведь это просто пар. Что здесь такого? А вот пары формальдегида. Я сейчас задохнусь, что вы делаете? Но ведь это просто пар. Но ведь жидкость в вейпе состоит в основном из глицерина и пропиленгликоля. Это пищевые добавки. Во-первых, разогретые до 300 градусов. Будете? Нет, спасибо. Во-вторых, вы забыли сказать, что мы не едим легких. Я задыхаюсь. Хватит! Но это ведь пищевой продукт. Что такого? Вы же так курите? Мы не курим, мы парим. Ай! Ой! Зачем вы меня бьете? Я вас не бью, а избиваю. А в чем разница? Мне ведь все равно больно. И я о том же. Некоторые считают вейпы безопасной альтернативой сигаретам. Однако уже опубликовано десятки исследований на тему вреда электронных сигарет. Причем как с никотином, так и без него. Исследование ученых из Университета Калифорнии показало, что пар электронных сигарет, как с никотином, так и без него, токсичен и является агентом, разрывающим ДНК. Исследование, опубликованное Американским химическим обществом, показало, что пары вейпов содержат 31 отравляющее вещество, включая никотин, ацетальдегид, пропанал, ацетон и бензол. Дело в том, что на горячей спирали вейпа происходит термическое разложение веществ, входящих в состав жидкости для вейпа. Например, глицерин и пропиленгликоль под воздействием высокой температуры преобразуются в акролеин и формальдегид. Акролеин – это яд, который применяли немцы в Первую мировую войну в качестве химического оружия. А формальдегид – это сильнейший канцероген, вызывающий рак. И на самом деле, если сегодня мы обсуждаем, в чём причина тех неблагоприятных исходов, которые связаны с вейпами, с электронными сигаретами, они больше связаны не с никотином, они больше связаны как раз с этими добавками. Обсуждается как раз сегодня очень широко такая добавка, как ацетат витамина Е, но, по сути дела, банально пищевая добавка. Банально, если мы её принимаем внутрь. Если ацетат витамина Е может попасть в желудок, мы его проглотим и ничего страшного, то лёгкие бронхи, альвеолы воспринимают ацетат и глицерин как инородное тело. И сразу на это инородное тело выбрасывается большое количество макрофагов, которые захватывают вот этот жир для того, чтобы его как-то попытаться удалить. И возникает вот так называемое липоидное обнимание. У человека начинается одышка, у него снижается уровень кислорода в крови. Но это как бы химическое поражение лёгких. Это не та бактериальная или вирусная обнимания, которую мы можем лечить. Антибиотики не работают совершенно в этом случае. Риск заболеть раком при использовании вейпа возникает также из-за токсичных металлов. Опубликовано 12 исследований, которые показали токсический уровень различных металлов в паре от вейпов. Основным источником токсичных металлов в паре является сама конструкция вейпа и его нагревательные элементы. Таким образом, наличие ядовитых металлов не зависит от присутствия или отсутствия никотина. Мы сосредоточили внимание на том, что, в общем-то, даже ослабленные смеси, не содержащие, так называемые, безникотиновые, приводило к тому, что в лёгких начинал развиваться воспалительный процесс, вплоть до канцерогенеза. Группа учёных провела эксперимент на крысах по влиянию электронных сигарет как с никотином, так и без. Результат. Ингаляция пара даже безникотиновой жидкости оказала крайне разрушительное влияние на лёгкие крыс. На седьмые сутки у крыс-вейперов обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в лёгких и отёк межльвеольных перегородок. На шестидесятые сутки некоторые участки лёгких выключились из дыхательного процесса и была выявлена эмфизема. Пропилен, гликоли – это абсолютно безопасное вещество, если его, опять же, принимать в небольших количествах, пероз, да, через желудок, кишечный тракт. Но если мы его разогреваем, опять же, до температуры нескольких сот градусов и его вдыхаем или ингалируем, к сожалению, здесь мы ожидаем увидеть самые неблагоприятные побочные эффекты, в том числе и повреждающие лёгкие. Одно из главных своих разрушительных воздействий курение оказывает на сердечно-сосудистую систему. Мы решили провести исследование, чтобы проверить это. В эксперименте принимают участие четверо человек – курящий сигареты, курящий айкос, парящий вейп и пассивный курильщик. Мы делаем УЗИ сонной артерии, измеряя её диаметр и резистентность. Резистентность сосуда – это способность его стенок сопротивляться давлению крови. Повышение резистентности означает, что сосуд стал более жёстким. Делаем замер до курения. Первая испытуемая – диаметр сонной артерии 4,8, резистентность 0,69. Диаметр общей сонной артерии 4,8, индекс резистентности 0,69. Второй испытуемый – 5,8 и 0,83. Испытуемой номер 3 – диаметр 6,0, резистентность 0,74. Четвертая испытуемая – диаметр 4,8, резистентность 0,75. Теперь испытуемые подвергнут себя добровольному самоотравлению. Первая – сигареты, второй – системой нагревания табака, третий – вейпом, четвертая – испытуемая отравится пассивно. Делаем повторный замер диаметра сонной артерии и ее резистентности. Курящие сигареты. Диаметр 4,7. Резистентность 0,73. Диаметр 4,7. Индекс резистентности 0,73. Как видим, артерия сузилась, а резистентность возросла. Курящий айкос. Диаметр уменьшился до значения 5,5. Резистентность увеличилась до 0,88. Парящий вейп. Диаметр сузился до 5,4, а второй показатель возрос до 0,77. Пассивный курильщик. Диаметр сонной артерии сузился до 4,5, а резистентность возросла до 0,85. Вы пассивный курильщик, да? Угу. Вот видите, у вас как быстро реагирует все это. Индекс резистентности стенки сосудов – это тот показатель, который дает нам понимание того, насколько твердая стенка сосуда. То есть до этого, в начале нашего эксперимента, стенка сосуда у вас была мягкая, эластичная, податливая. А после эпизода пассивного курения ваша стенка, грубо говоря, стала тверже. И ударная волна, пульсовая кровотока, она уже начинает более жестко бить на стенки сосудов. Представьте себе, что когда вы берете сигарету того или иного вида, это уже зависит от какого-то конкретного сценария, вы даете себе некоторую часть яда. И на что он действует, точка приложения – это как раз внутренняя выстилка сосудов. В результате сосуды становятся более жесткими. Где-то образуется брешь, возникают трещинки. В эти трещинки скапливаются липопротеиды низкой плотности. То есть, собственно, тот строительный материал, из которого формируются впоследствии атеросклеротические бляшки, которые приводят к развитию инфаркта. Каждый раз, когда курильщик закуривает, у него во всем организме возникают спазмы сосудов, вынуждая сердце работать интенсивнее. Постепенно сосуды изнашиваются, в них появляются трещины, и организм для их закрытия образует бляшки. Со временем они увеличиваются в размере, что приводит к частичной или полной закупорке сосуда. Это называется атеросклероз. Каждый год в России в операции на сердце нуждается 1 миллион 300 тысяч человек. И это неудивительно, ведь Россия – одна из самых курящих стран в мире. Ну, к сожалению, у нас, как вы знаете, достаточно высокая распространенность и курение, к сожалению, и заболевания сердца и сосудов. К сожалению, мне кажется, что население не вполне представляет себе, насколько это взаимосвязанные вещи. Они чрезвычайно взаимосвязаны, очень плотно взаимосвязаны. Поэтому у нас большая часть наших больных, которые к нам приходят, большая часть они курят. Пока что это лидирующая причина в структуре смертности общей болезни сердца и сосудов. Поэтому для нас проблема курения – это проблема номер один. Это вы, блогер, который говорит, что Айкос не так вреден для здоровья, как сигареты? Да, вы можете посмотреть мой обзор, где я пропускал аэрозоль и дым через вату, и сами увидеть разницу. А, действительно, ватка же не пожелтела. Да, и я говорю. Это фенол – токсичное бесцветное вещество, выделяется при курении Айкоса. Я задыхаюсь. Ну что вы такое говорите? Ватка же не пожелтела. Ну, понимаете, в этом устройстве табак не горит, а нагревается, и человек вдыхает не дым, а аэрозоль. А вы знаете, что это? Кажется, баяльник. Точно. Температура нагрева в Айкосе – 350 градусов, а в баяльнике – всего 300. А-а-а! Что вы делаете? Я горю! Нет, вы просто нагреваетесь. Здесь даже на 50 градусов меньше, чем в вашем устройстве. А-а-а! Да нет же, я горю! Неужели не чувствуете дым от сгоревшей одежды? Ну что вы, это просто аэрозоль. Думаю, так понятней. Это точно. Многие могут возразить. А я не курю обычные сигареты. У меня Айкос. И если забить в поисковике сравнение Айкоса и обычных сигарет, то мы увидим множество роликов, убеждающих, что Айкос якобы наносит незначительный вред здоровью. Но так ли все радужно, как показывают эти блогеры? Айкос, как и другие системы нагревания табака, продвигается как якобы менее вредная альтернатива сигаретам. И главный тезис, который используют маркетологи – табак не горит, а нагревается. И та субстанция, которая входит в легкие – это аэрозоль, а вовсе не дым. Но ученые из швейцарского университета в Лозане, проведя исследование Айкоса, опровергли это. Изучив спектральный анализ газа, выходящего из Айкоса, ученые обнаружили в нем типичные продукты горения, элементы пиролиза и термогенного разложения. Поэтому этот газ правильно называть именно дымом, а не чем-то еще. Некоторые говорят, что в Айкосе концентрация вредных веществ меньше, чем в обычных сигаретах. Но ученые из научно-технологического университета Саудовской Аравии исследовали Айкос и нашли в его дыме ядовитые вещества, которых нет даже в сигаретах. В итоге они обнаружили 62 сильнейших канцерогена. А теперь сравним все эти исследования с блогерскими тестами с ваткой. Если ватка не потемнела, то это не значит, что в дыме Айкоса нет вредных веществ. Там их десятки. Просто большинство из них представляют бесцветную и летучую форму. Это попытки как раз достаточно стандартные сформировать курильщиков в максимально раннем возрасте. И плюс якобы им предложить выбор. Вот здесь солевой никотин, вот здесь с глицерином, там с различными ароматизаторами. Но задача одна создать эту зависимость, поддерживать, а людям дать иллюзию выбора, как будто они выбирают что-то безвредное или что-то более модное. В 50-х годах, когда вред курения стал очевиден и люди стали отказываться от сигарет, табачные компании придумали хитрую ловку. Начали продавать сигареты с фильтром, внушая, что теперь это безопаснее. В 80-е годы, чтобы убедить людей не отказываться от тяжести курения, табачники сделали новый рекламный трюк, так называемые легкие сигареты. А в наши дни тем, кто хочет избавиться от бремени курения, они предлагают перейти на электронное устройство и продолжать тащить смертельную ношу, отдавая за это свои деньги. У курильщиков очень распространены, например, онкологические заболевания слизистой рта, языка, гортани, то есть тех слизистых, которые непосредственно соприкасаются с табачным дымом. Я начала курить в 15 лет, в 33 года появилась сильная боль в горле, в 36 лет после очередного обследования у меня обнаружили раковую опухоль. Я никогда не думала, что у меня будет драк в 38 лет, чтобы спасти мне жизнь, врачи удалили опухоль вместе с картанью. Без голоса я не могу доустроиться на работу, даже на удаленную. Как только работодатель узнает, что я не могу говорить, он перестает мне отвечать. Я владею тремя иностранными языками, английским, китайским и испанским. Но и за проблем с голосом я не могу использовать эти навыки. После того, как я вернулась домой с больницы, я чувствовала себя уродом. Мне казалось, что я теперь такая страшная, что я не могу говорить, что у меня дырка в шее. Я помню, моему сыну тогда уже было 4 года, и первые 2-3 недели он ко мне вообще не подходил. Он не понимал меня, я пыталась сказать что-то губами, шепча, а он меня не понимал. Это было очень тяжело, я очень сильно переживала, и для меня было очень больно, что мой родной сын даже не может меня принять. Ежегодно от рака легкого умирает около 27 тысяч россиян. По числу смертей в России рак легких занимает первое место среди всех онкологических заболеваний. Врачи сообщают, 90% больных раком легкого – это курильщики. Порой можно услышать, что раком легких болеют и некурящие. Давайте посмотрим на график, наглядно иллюстрирующий связь курения с распространением рака легких в США. На графике совмещены две кривые – уровень продаж сигарет и уровень смертности от рака легкого. На графике видно, что как только с начала 70-х годов в Америке начали вводиться различные антитабачные ограничения, смертность от рака легкого пошла вниз. Сегодня у нас в передаче представитель ассоциации кальянных, заявляющий, что кальяны не так уж и вредны. Конечно, ведь там охлажденный дым. Мы как раз приготовили для вас два пузырька – теплый яд и яд из холодильника. Может, вы выпьете холодный? Ведь он наверняка не такой ядовитый. Нет, что-то не хочется. Тогда выпейте вот это. Слюни 40 человек. Собирали у прохожих на улице. Почему я должен пить чьи-то слюни? Но ведь через кальян ваши посетители вдыхают мелкие частицы слюней десятков человек, тех, кто курил до них. Но это другое дело. Специально для вас мы приготовили ингалятор, заражающий разными бактериями, туберкулезом, герпесом и грибками. Ну, у нас была проверка. И действительно, в колбах и шлангах кальянов обнаружили различные бактерии. Но туберкулеза не нашли. А сейчас мы запускаем угарный газ в нашу студию. А зачем вам противогаз? Кстати, человек совершенно не чувствует запаха угарного газа. Но именно это ядовитое вещество в большом количестве получают курильщики кальяна. До новых встреч! Результат 16. Шестой испытуемый. Концентрация 28. Тоже высокий показатель, так как он является курильщиком. Результат 28. Испытуемый номер 7. Результат 0. Теперь испытуемые подвергнут себя самоотравлению. Четверо сигаретами и еще трое кальяном. Делаем повторный замер концентрации угарного газа. Первый испытуемый. Курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 35 пунктов. Результат 51. Второй испытуемый. Курил кальян. Концентрация увеличилась на 12 пунктов. Испытуемый номер 2. Результат 12. Испытуемый номер 3. Курил кальян. Показатель концентрации увеличился на 28 пунктов. Результат 30. Четвертое испытуемое. Курила кальян. Показатель угарного газа увеличился на 18 пунктов. Результат 18. Испытуемое номер 5. Курила сигареты. Концентрация увеличилась на 4. Результат 7. Шестой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 22 пункта и составила 50 частей на миллион. Результат 50. И седьмой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация увеличилась на 5 пунктов. Результат 5. Эксперимент показал, что при всех типах курения вырабатывается отравляющая доза угарного газа. А при курении кальяна она даже выше. Мы сейчас смотрели уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора БИКРОЦО. Когда угарный газ попадает в организм, то он первый попадает на молекулы гемоглобина. А молекула гемоглобина – это переносчик кислорода. То есть он замещает в молекуле гемоглобина вот это место, свободное для кислорода. Поэтому у нас получается и гипоксия. То есть организм не получает питания, не получает кислорода. И вот образуется этот второй компонент, который мы определяем – карбоксигемоглобин, который является сам по себе токсическим веществом. И получается, что курильщик, ему даже бессмысленно выходить на свежий воздух. Потому что у него, он очень значительную часть атомов железа в гемоглобине крови, он выводит из строя. Некоторые полагают, что вода в кальяне фильтрует дым, делая его менее вредным. Но исследования показали, что дым, вдыхаемый курильщиком кальяна, содержит токсичное соединение, аналогичное тем, что содержится в сигаретном дыме. А в отношении ряда канцерогенов, курение кальяна оказалось даже в десятки раз токсичнее, чем курение сигареты. Курение кальяна, помимо вредных воздействий дыма, несет также риск инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий и грибков. Ученые из Ордании провели исследование, взяв из различных ресторанов 20 шлангов от кальянов. Анализ показал присутствие в каждом из них патогенных бактерий. Кроме того, некоторые из этих патогенов показали значительную устойчивость к антибиотикам. Европейское респираторное общество. Курение кальяна несет риск грибковых и бактериальных инфекций. Грибки и бактерии были обнаружены в колбах и шлангах кальянов. То есть шланг этот передается по кругу, да, они что-то там носогубник меняют или протирают для вида. Здесь еще идет обмен микрофлорой, которая обитает в каждом из участников праздника. Поэтому по факту достаточно тяжелое отравление из кальянных. Часто какие-то непонятные инфекции у людей возникают, они потом не могут проследить путь, где что взял. И казалось бы, меняется вот эта вот сама насадочка, да. Но трубки, в которых, собственно, и находится слюная жидкость, которым прекрасно себя чувствуют палочки туберкулеза, они никем ведь не обрабатываются. Получается большая вероятность развития, например, туберкулезных заболеваний. Кто об этом знал? Как ни парадоксально, при помощи кальяна можно передавать язвенную болезнь желудка, да, от одного к другому. Ну и герпес тоже одна из проблем при курении кальяна. Я хочу напомнить, что герпес – это хроническая инфекция, хроническая нейротропная инфекция. То есть попав в организм один раз, к сожалению, он остается практически там постоянно. Журнал «Ланцет» опубликовал глобальный обзор по употреблению табака с 1990 по 2019 год с анализом статистики курения в 204 странах мира. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни курильщиков на 10 лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курящий умер от причин, напрямую связанных с курением. На курение табака приходится 20% от всех смертей среди мужчин. Мой папа был очень хороший, веселый, добрый, много веселился, много играл. Самые яркие воспоминания – это когда мы ходили с ним гулять, ездили на теплоходе, кататься, ходили в парк. Мой папа умер от того, что у него болезнь была – рак легких. Он много курил. Ему всего было 44 года. Когда папа умер, мне было 8 лет, я была во втором классе. Я не думала, что это так страшно и серьезно. Можно выйти. Когда я начинала курить, конечно же, я не думала, что это курюсть-то, рака. Мне кажется, никто об этом не думает. Знаете, за день до моей операции, я пошла в кафе. Я увидела там девушку, которая покупает сигареты. Я к ней подошла. Точнее, не подошла. Я на нее накинулась с просьбой, чтобы она бросила курить. Я ей рассказала, что завтра мне предстоит операция по удалению гортани, что я больше никогда не смогу говорить, что у меня будет пылька в шее. Она меня поняла, расплакалась, сказала, что все у меня будет хорошо. Когда я выходила из кафе, я увидела ее сигареты в руках. Действие на организм, вот это вот злокачественное действие на организм, оно протекает очень медленно и очень постепенно, и очень незаметно для человека. То есть человек, который курит, который начинает курить, который курит какое-то время, он, естественно, начинает думать, что все, что ему рассказывают, это все страшилки, потому что он курит и, в принципе, нормально себя чувствует. Но на самом деле внутри организма происходят необратимые вещи, которые постепенно накапливаются, и когда человек начинает обращать внимание на какие-то ненормальности, которые происходят с ним, а раньше их не было, то очень часто бывает, что обратного пути уже нет. То, что уже в организме сформировалось, это уже не исчезнет. Знаете ли вы, что согласно проведенным опросам 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения? При этом 45% курящих, а это 20 миллионов человек, не менее одного раза в год делают безуспешную попытку бросить курить. Как это назвать, если не узаконенным рабством? 400 тысяч россиян ежегодно умирает из-за курения. Еще большее число становится инвалидами или хроническими больными. Неужели мы должны просто терпеть этот людоедский бизнес? Целым рядом общественных организаций был запущен проект «Будущее без никотина», предлагающий постепенное выведение из торгового оборота никотина и любых никотиносодержащих изделий, не ограничивая права уже курящих людей. Мы приглашаем каждого перейти на сайт «Безникотина.ру» и поддержать эту инициативу. Только все вместе мы можем изменить нашу страну к лучшему. Присоединяйтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА